Вот как вы думаете, а кто может стать королем российского бодибилдинга? Валерий Живухин, я тоже думаю, в принципе мог бы стать. Почему нет? То же самое касается Александра Козоева. Нету человека, который бы выглядел так, как он, добивался таких же успехов, как он, и имел бы такой потенциал, как он. А вы знаете, как правильно подойти к максимальному весу в становой тяге? Я считаю, прекращать работу с большими весами нужно примерно за две недели до соревнований. И мы уверены, что многим из вас интересно, как же научиться делать выход силой на кольцах. Единственное, что мне помогло продвинуться, что ли, сдвинуться с мертвой точки в выходах на кольцах, это снижение веса. Вот сколько совершенно разных, но интересных тем мы затронем с вами в сегодняшнем выпуске железного рейтинга. Все, штанга готова. Все эти истории расскажут нам о ярких событиях из прошлого, добавят интриги с событием предстоящим и по-новому раскроют, казалось бы, давно знакомых героев. Видимо, он взвесил все за и против и подумал, что лучше выспится. А за компанию с этими историями мы еще и проведем с вами небольшую тренировку в стиле стрит-воркаута. На самом деле, на улице заниматься классно. Ловишь последние осенние теплые деньки. Это круто. Спонсор выпуска – сеть магазинов спортивного питания «Фитнесбар.ру». Петербуржцы уже могут воспользоваться услугами 17 магазинов сети. А совсем скоро откроется новый фитнес-бар в Кудрово на улице Пражский, дом 7. Мы ждем вас во всех магазинах нашей сети. А жители других городов могут воспользоваться удобным интернет-магазином «Фитнесбар.ру» с доставкой по всем регионам России. Покупатели сети магазинов спортивного питания «Фитнесбар.ру» всегда ждут различные спецпредложения и акции. Более подробную информацию вы можете получить по ссылке в описании к этому видео. Так сложились обстоятельства, что последние пару месяцев мои тренировки проходят именно здесь, на этой площадке. Здесь есть брусья, турник и самое главное – есть кольца. Конечно, железа не хватает, но лето пережить можно и с этими приспособлами. А чтобы увеличить нагрузку, я беру рюкзак и загружаю его всем, что попадется под руку. В ход идут утяжелители, расширители и даже шейкер от «Фитнесбара» с БЦАшками. В сумме получается около 10 килограммов. Неплохое подспорье в работе на турнике и брусьях. Но сегодня это не главная тема рейтинга. После выпуска «Осинтоли» нам захотелось снять что-то более легкое. Поэтому мы прошлись по соцсетям наших главных героев и нашли топ-5 видео, которые будут, как нам кажется, очень интересны вам, наши зрители. Потому что они мотивируют нас на новые рекорды, заставляют задуматься о важном или просто поднимают настроение. Итак, открывает наш рейтинг... Петерский тяжеловес Сергей Кулаев. Его видео с феноменальным жимом гантелей по 93 килограмма каждая. Все, уже встань. Сидеть, сидеть. Во-первых, это даже звучит круто. Ничего себе в каждой руке держать такой вес 90 килограмм. При этом не просто его как-то держать, выполнять достаточно непростое с координационной точки зрения упражнения. Упражнение – жать гантели 90 килограмм и штангу 180. Кто понимает, тот со мной согласится, что это совершенно не одно и то же. Поэтому это очень круто. Конечно же, основные преимущества гантелей перед штангой заключаются в том, что больше амплитуды, больше включения мышц стабилизаторов. За последнее время Сергей круто прибавил. И сегодня сложно представить, что кто-нибудь из российских атлетов может составить ему серьезную конкуренцию. Но с другой стороны, мы это скоро проверим. Ведь Сергей Кулаев планирует принять участие в чемпионате России в Астрахани. Хотя, если честно, Россия – это уже неинтересно. Ведь мы все с вами давно ждем, когда Сергей Кулаев встанет в одну линейку с Уильямом Бонаком и Бикрами. Ведь если не он, не Сергей, то кто еще даст бой заморским профессионалам? Но пока Сергей еще не перебрался в продивизион, мы можем устроить ему нешуточную зарубу и на любительской сцене. И поверьте, это будет очень серьезное испытание с очень сильными соперниками. А шо, да? Он показывает действительно красивый бодибилдинг. И это вот тот спортсмен, на которого смотрят, и люди говорят, вау, я бы тоже хотел иметь там такие ноги, плечи там, и выглядеть так же, но при этом иметь такую узкую талию. Андрюха Скоромный, да, значит, безусловно, да, претендент. Как бы мне очень нравится, что он пропагандирует бодибилдинг в Астрахани, причем очень активно, достаточно медийная личность, все, естественно, его знают, да. Как сказать, человек – картинка, очень крайне, всегда он в таком образе, всегда у него красивые фотографии в Инстаграме, да. Итак, наша задача – выбрать атлета, который может олицетворять собой весь российский любительский бодибилдинг. Проще говоря, сможет ли Сергей Кулаев взять титул короля российского бодибилдинга? Нам нужен лидер, черта бери, если его не найдется, придется, наверное, мне возвращаться к соревнованиям по бодибилдингу и как следует заняться своим каналом. Амбиции Александра Щукина мне импонируют, но это все будет завтра, возможно, будет завтра. А кто же сегодня станет королем любительского российского бодибилдинга, вы узнаете совсем скоро в одном из ближайших выпусков «Железного рейтинга». На четвертом месте рейтинга мы разместили видео от Михаила Кокляева. Где, по словам Михаила, младший Кокляев на морально-волевых тянет 130, а сам Михаил делает румынскую тягу 220 на 5. Мой сын станет лучше, чем ты. Будет тигра, и тигренок будет голосатый. Такие жилы, какие локти, и ссы глаза, пока он не окружит. И будет старает лапой, но уже во всем хочет быть похожим на бабу. Это видео можно смело считать квинтэссенцией всей спортивной карьеры Михаила Кокляева. Вопреки всему. Как раз так, как тянет Кокляев-младший. Или как сам Михаил, несмотря на недавнюю травму, продолжает подготовку к зарубе в тяге, которая состоится в конце октября в рамках выставки SNPRO EXPO. Хотя и весь этот проект, заруба в тяге Кокляев против всех, также во многом идет вопреки всем обстоятельствам. Это Михаил Шевляков. Один из сильнейших российских стронгов и соперник Михаила Кокляева в предстоящей зарубе. Железный рейтинг снял эту тренировку Михаила всего за несколько дней до его вылета в Великобританию на турнир по силовому экстриму. На арене в городе Манчестере будет финальный тур, квалификация на ВСМ, чемпионат мира в следующем году. Проводит знаменитый Колин Брайс. Правила будут таковы, что первое же движение будет сразу квалификация, и чемпионат мира по становой тяге. Но так как это стронгмен, и становая тяга будет в чем заключаться? За минуту надо поднять один вес, 400 килограмм, на количество раз. Использовать можно и лямки, и комбезы. На турнире в Манчестере Михаил Шевляков стал пятым. Но порвал бицепс, и зарубиться с Кокляевым теперь не сможет. Хотя в этой зарубе он планировал замахнуться на очень серьезные килограммы. Раскрою вам тайну. Когда, опять же, повторюсь, Михаил делал мне это предложение поучаствовать на этой зарубе, он показал так на дверь, и на двери был номер комнаты 410. Я сказал, ну тогда я сделаю 412. Но битва состоится при любой погоде. И 28 октября на один помост с Михаилом Кокляевым выйдет мастер тяги и силового экстрима Александр Клюшев. Ну, честно, мне уже, знаешь, как, настолько уже за год до этой базы себя наработана. Держишь себя, грубо говоря, когда даже не готовишься на процентов 7-65. Надо подготовиться к какому-то либо старту, либо силового экстрим, либо к становой тяга. Мне достаточно даже недельная 6. И выйдем на результат. На третье место рейтинга. Воспользовавшись служебным положением, мы протолкнули наше видео с выходом силы на кольца. Те, кто не пробовал, даже обычный выход силы достаточно проблематично сделать. Вот. Выход силы на кольцах за счет того, что нужно, значит, стабилизировать себя. Я раньше занимался сам кольцами, поэтому отменял Лукас. Лайк отменял. Спасибо, Ашот, за лайк. В этот раз за железным рейтингом числится 9 выходов. Право минерал. Но мы знаем еще одного парня, который щелкает выходы силой на раз. Это Михаил Прыгунов. Хотя изначально эта наука давалась ему с трудом. Для меня выходы на кольцах всегда были сложным упражнением. И независимо, строгие это выходы, либо кроссфитский киппинг. Тренировал выходы на кольцах и с резиной. И подтягиваться старался больше повторений. Но лучший мой результат в подтягиваниях строгими, чистыми, это 20 повторений. Никогда в жизни больше 20 раз не подтягивался. А недавно строгими выходами на кольцах выполнил 6 повторений. Это мой лучший результат в строгих выходах. Единственное, что мне помогло продвинуться, что ли, сдвинуться с мертвой точки в выходах на кольцах, это снижение веса. Снижение веса произошло непреднамеренно после того, как я решил больше не принимать участие в соревнованиях по кроссфиту. Можно сказать, я завершил свою спортивную соревновательную кроссфит-карьеру. Похудел примерно до 94-93 кг. И мне стало, конечно же, легче выполнять выходы на кольца. В отличие от Михаила Прыгунова, я когда это упражнение осваиваю, или когда я учу кого-нибудь, как делать выход силой строгий на кольцах, я не подтягиваюсь, а опускаюсь. То есть я работаю от негативной фазы. Мне так кажется, что так проще освоить это упражнение. Вышли, распустились и зафиксировались. Вообще здесь особо не разгонишься на этих кольцах. Они с одной стороны неудобны в руках, не разгонишься, то есть нет рывка этого. Делать тяжелее, но для тренировок это даже лучше. Было бы желание, а нагрузить себя можно везде. Хоть дома, хоть на ажорке, хоть на вот такой вот площадке. Но на третью строчку рейтинга это видео попало все-таки не по блату, а благодаря канадскому рукоборцу Девону Лорату, разместившему его у себя на страничке в Фейсбуке и тем самым запустившим волну жарких споров и обсуждений. Кто-то сразу ринулся защищать Лората, уверяя, что он непобедим. Кто-то ругал само упражнение, как бесполезное для арма. Кто-то хвалил, как Трэвис Баджетт, попытавшийся закинуть на кольца свои 100 с лишним кг. Хотя изначально это видео никакого отношения к Лорату не имело. Просто размещая его в Фейсбуке, мы вспомнили про видеоролик, где Лорат показывал упражнение на турнике. Ну и решили сделать небольшой вызов канадцу. Ну а трудности перевода добавили спорам необходимые остроты. В этой истории здорово все, кроме одного. Мы так и не поняли, собирается ли Лорат бороться с нашим Денисом Сопленковым. На втором месте рейтинга разместился Дмитрий Головинский и его видео о том, как он проводил воспитательную работу среди местных гопников. Судя по видео, Дмитрий себе не изменяет никогда. И воспитательную работу проводит так же методично, как учит пауэрлифтингу. Вы знаете, это прекрасно, когда люди собираются в хорошей компании, выпивают, общаются. Можно решить многие вопросы таким образом. Но повторюсь, что когда люди собираются вот таким вот образом и делают это вопреки комфорту других людей, это, конечно же, некрасиво и это, конечно же, плохо. И если мои действия каким-то образом вызывают дискомфорт окружающих, то я должен их пересмотреть, хотя бы задуматься на предмет своих действий. Чего не захотели сделать эти люди, но все-таки после моего вмешательства, примерно через 5-7 минут, установилась тишина и я заснул. И другие люди, думаю, тоже вздохнули спокойнее. Дмитрий, он такой же дядь, какой очень рассудительный. Рассудительный. Видимо, он взвесил все за и против и подумал, что лучше выспится. Вот были бы гопники чуть покрепче, и это видео могло победить в нашем рейтинге. Но в любом случае, мы рады, что Дмитрий в любой жизненной ситуации продолжает нести в мир только светлое и доброе. Так же, как он это делает и в своем любимом пауэрлифтинге. Из тренеров Борис Иванович Шейко, наверное, самый известный тренер. Дмитрий Смирнов. У них просто разные у всех подходы. У Главинского и у Шейко схожие, немножко принципы тренировочные. Причем мне нравится именно подход Дмитрия. То есть, это методист современности. То есть, он оценивает те или иные тренировочные науки спортсменов, анализирует и выдвигает именно то, что нужно, то, что работает. Он не говорит, что это подойдет для всех. Он говорит, используйте такие-таки принципы под себя. То есть, не всех под одну гребенку, а каждый под себя использует те или иные принципы и будете прогрессировать. А на первом месте нашего рейтинга сегодня уверенно разместился Кирилл Сарычев и его история про генетику. Сейчас я покажу, что такое генетика и откуда взялась битка в 60 сантиметров. Бабон, привет. Вообще, аккаунт Кирилла в последнее время может дать фору многим медиапроектам. Причем как спортивным, так и гламурным. Мне нравится, что у него, он самый большой, да, как бы самый большой, у него все самое-самое, там такое, говорит, вот сейчас мы будем есть самые вкусные хинкали, а сейчас мы будем ездить на самой большой машине, а сейчас я пожму самую большую штангу. Вот это здорово. А ведь и вправду у Кирилла здесь все самое-самое. Фото с самыми крутыми чемпионами. Самые крутые тачки тоже здесь. Один только Кадиллак из его американского турне «Чего стоит». Который так сильно оценил Малан 76-го года. Который, Кирюха, это же какая машина, это же Кадиллак, Эльдорадо. Я говорю, да, Андрей, это она. Не меньше восторга вызывал у людей, чем там какой-нибудь Феррари или Ламборгини. Но в Москве вода уже не покатила? Нет, в Москве бы не поняли. Хотя самым большим и ярким в этом пестром мире внушительных килограммов брутальных чемпионов и модных локаций является сам Кирилл. И он настолько большой, что не все земные удовольствия ему доступны. Следил, где он пытался на серфе кататься, утопить его. Помню. Мы только после неудачного опыта, уже с зимой потом, методом дедукции поняли, что она просто не рассчитана на наш вес. Доска должна была быть раза в три толще, длиннейшая, я не знаю, потому что это просто, когда мы вставали, она просто шла под дно. Я потом нашел самую большую доску на пляже и вот там видео выложил, где я просто на нее встаю, и она просто тонет подо мной. К этой же истории можно добавить и видеозарисовку, снятую Кириллом Сарычевым в лифте. Ведь это уже маленькое кино, а не какое-нибудь банальное селфи. На самом деле, просматривая инстаграм Кирилла Сарычева, мне иногда кажется, что если бы Кирилл сел в кресло режиссера, то он вполне бы мог претендовать на Оскар. И кто знает, возможно, вот это первое место в железном рейтинге, это его шаг в этом направлении. Главное, Кирилл, когда будешь стоять на сцене с Оскаром в руках и благодарить тех людей, кто помог тебе в этом деле, не забудь упомянуть железный рейтинг. И вот на этой веселой ноте мы и хотим закончить этот выпуск, чтобы приступить к работе, над непростым выпуском о том, кто из наших атлетов сможет стать лицом российского культуризма, а если проще, королем российского бодибилдинга. Заключительная часть тренировки, последнее упражнение. Нагружаем пальчики в большей степени акцент. Все, не держит уже ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Криво